Мусор, отсутствие дорог, подтопление, большие затраты на отопление – это постоянные недостатки жизни на земле. Проблемы нарастают, а вместе с ним растет и частный сектор. Почему так происходит, будем разбираться в этом специальном репортаже. Оставайтесь с нами, будет полезно. Как говорят эксперты по недвижимости, сегодня в Бурятии все больше земляки интересуются участками подстроительства и домами по стоимости с размерными примерно двухкомнатным квартирам. Вообще, в моем представлении, иметь дом – значит быть достаточно обеспеченным человеком, ведь свое жилье требует постоянных вложений. Неужели мы богатеем? К сожалению, нет. Просто купить дом сегодня оказывается выгоднее, чем квартиру. За городом цена дешевле, дома доступнее, большой выбор сейчас на рынке, очень много новых домов. В основном покупают что? Это новое жилье от застройщика. А в городе, в черте города, это вторичка в основном. Но на нее есть только один способ оплаты, ну, несколько способов оплаты тоже – это наличка и базовая ипотека. Но базовая ипотека сейчас мало кому доступна в связи с ростом ставок. Льготная ипотека одна в одни руки стала. А раньше не так, да, было? Раньше было так. До 23 декабря 2023 года вы могли взять, допустим, дальневосточную ипотеку с другом. При этом у вас есть дети, вы могли взять оба еще по отдельности, там, семейную ипотеку. Одну, вторую, там, четыре ипотеки на двоих. И еще воспользуется господдержкой 2020. На сегодня ситуация такая, что, допустим, берем одну какую-нибудь семейную ипотеку, все. Дальневосточная ипотека сгорает, господдержка сгорает, другую мы взять не сможем. Одна в одни руки. А, что-то симпатичненько даже. Самый такой типовой. А тут еще гараж, да, получается? Тимур, это, ну, примерно типовой дом стандартный, который рассматриваются сейчас. В чем преимущество, там, не знаю, плюс-минусы? Блисток, покупатель сейчас рассматривает вот 80-100 квадратов. И здесь есть весь необходимый минимум, такой, как вот две спальные комнаты, одна детская, одна взрослая. Санузел в доме, дом полностью благоустроен, то есть холодное, горячее водоснабжение. Отопление электрическое, автономное, все. Здесь также при входе большая гардеробная предусмотрена. И по коридору далее мы попадаем в кухню-зал, в гостиной, совмещенную в студию. Так, сколько здесь квадратов всего? Сам дом порядка 75-80 квадратных метров, не только дом. Это типовой дом, который сегодня пользуется наибольшим спросом у покупателей. По его примеру, посчитаем, сколько стоит дом построить. Начнем с подбора участков. Октябрьский район, улица Бархатная, 10 соток с центральным водоснабжением и недостроенным коттеджем. Стоимость 4 миллиона 600 тысяч рублей. Есть более выгодный вариант – 10 соток за 580 тысяч рублей. Но это голый участок в Сотниково. На Верхней Березовке по улице Датсанская участок за 3 миллиона 725. Ближе к центру города есть вариант по Николая Петрова. Там чуть больше 4 соток. Есть небольшой домик. Стоимость 2 миллиона 550 тысяч рублей. Итого, если рассматривать участок в черте города и относительно недалеко от центра с подведенными коммуникациями или хотя бы минимальными постройками, в среднем цены начинаются от 2,5 миллионов. Просто голый участок найти в черте города сегодня сложно. И этому есть объяснение. Частный сектор в настоящее время фактически уже не увеличивается. У нас застройка осуществляется уже, грубо говоря, на существующих отведенных земельных участках. Просто люди активнее стали их застраивать и осваивать. Итак, представим участок. Выбрали, переходим к домам. Мы обратились к опытному строителю с вопросом, сколько будет стоить брусовой дом 80-100 квадратов. Как часто люди заказывают строительство дома из брусов? Примерное соотношение 60 на 40. 60 газобетон, 40 брусов. Люди же хотят всего и сразу. Просто некоторые не готовы ждать усадки бруса 3-5 лет. В зависимости от влажности. И поэтому зачастую выбирают газобетон, пенобетон, пеноблок. Там очень много. Он построил и можно заезжать, начинать делать отделку. Усадки никакой не требуется. Преимущества деревянного дома. Во-первых, это природный материал. Идеального ничего нет. Есть плюсы, есть минус у всего, что находится на этом свете. Преимущество того, что он природный материал. Можно жить. Если обработать правильно древесину, можно жить, не обшивая. Компания делая фасад у дома. Время не займет строительство на такую квадратуру 2 недели. Дом в маршем месяц, там, в зависимости от технических факторов и больше. Строительство дома 80-100 квадратов. Ну, примерная цена там будет зависеть. Перегородок, материалы, какой материал заказчик выбирает. Примерно, это около миллиона вообще. Из кирпича сейчас почти не строят. Дорого. Средняя цена за один кирпичик 32 рубля. А только на облицовку дома 80-100 квадратов необходимо 10 тысяч кирпичей. Поэтому делают так. На фасад уже построенного из другого материала дома кладут облицовочный кирпич. Он, кстати, тоже не дешевый. Средняя цена за один 45 рублей. Следующий вариант – строить из полистирол-бетона. Полистирол-бетон – это материал теплый, во-первых. Можно из него делать и утеплитель. Также стеновые панели можно делать из него. Блоки, да, мы делаем с фасадом блоки. Для них, для этого дома потом уже не нужно будет делать отделки, наружные отделки. По возведению стен это занимает очень короткий срок. На готовый фундамент мы можем приехать, завести материал на участок и за три дня при помощи нашей бригады крана поднять дом буквально за 3-4 дня. И он не требует усадки? Этот материал вообще не требует усадки. То есть вы реально привозите панели, ставите, и через три дня я могу заехать в свой дом? Да, вы можете заезжать и заниматься уже штукатуркой, шпакровкой, внутренней полностью отделкой. Мы проектируем это все, да, делаем раскладку по дому, все размеры, все проемы, да, это все у нас рассчитывает инженерное бюро, да, в организации. Вы все это делаете? И предоставляем уже готовый проект вашего дома. Итак, при квадратуре 80-100 квадратов на стены из такого материала вы потратите 800-900 тысяч рублей. Добавляем сюда фундамент и кровлю и получаем 2,5-3 миллиона рублей. Мы разобрали самые распространенные, на наш взгляд, варианты. Цены приведены средние. Найдете дешевле? Дайте знать в комментариях. С точки зрения градостроительства, в любом случае город – это территория, по идее, с плотной застройкой. К чему сейчас она с мастер-планы подводит? То, что у нас задача повысить плотность населения, плотность застройки в центральной части города. Не зря мастер-план сделан тоже на агломерацию. С учетом того, что мы практически слились с Иволгинским районом и с Торбогатайским. Они у нас напрямую, получается, соседствуют, и мы не можем не учитывать влияние смежных территорий. Это Торбогатайский район в основном, и Иволгинский район сейчас в приоритете у покупателей. В связи с программами? Да, в связи с льготными программами, да. А что конкретно там? Как программа, как она реализуется в этих частях? Допустим, дальневосточную семейную господдержку можно использовать загородом. Есть определенный бюджет на покупку данной недвижимости, то есть загородки. До 6-9 миллионов. Поэтому активно покупается там недвижимость. По мне строить дом – целая наука, а в этой науке я профан. Но все детство провела на земле. Сейчас уже своей семьей живу в доме и не понаслышке знаю, что это постоянные траты. Выбрать участок и поставить коробку – меньше полдела. А если посчитать заливку фундамента, разравнивание земли, подведение коммуникаций, заборы ворота, окна, внутреннюю отделку и мебель, в конце концов, выходит круглая сумма. Но все же это того стоит. Своя территория, морковка в огороде, банька, мангал и уединенность. Красота? Строить самим или приобрести готовое жилье – дело каждого. Главное, чтобы в вашем доме всегда царили мир и уют. Редактор субтитров А.Семкин